20 июля закончился очередной суд над Алексеем Навальным. На этот раз его обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. Приговор будет вынесен 4 августа, но, думаю, тут никто иллюзий не питает. Все понимают, что суд поддержит сторону обвинения и даст Навальному ровно столько, сколько хочет сторона обвинения. Самый главный вопрос, который может возникнуть в связи с новым судом над Навальным, Типа, зачем это? Зачем вновь судить Навального? Зачем запрашивать 20 лет лишения свободы, когда его текущие сроки уже находятся далеко за пределами любого планирования и прогнозирования? Казалось бы, системе пора расслабиться, сроков Навальному уже и так накидали сверх всякой меры. Ответ тут простой и суть не в количестве лет. Алексею Навальному запрашивают 20 лет колонии особого режима. Это самый жесткий, а что самое главное, самый закрытый тип исправительных колоний в России. Там содержатся особо опасные рецидивисты и осужденные к пожизненному лишению свободы. Любая связь Алексея Навального с внешним миром и сегодня предельно затруднена, его почти постоянно держат в ШИЗО. Но в колонии особого режима эта связь может быть прекращена, если не полностью, то почти полностью. Те совершенно скотские условия существования, которые в колонии строгого режима применяются к Алексею персонально, на особом режиме являются нормой жизни. В этом и смысл. Смысл в том, чтобы его голос звучал еще меньше, чтобы доступ адвокатов был еще сложнее. В том, чтобы пыточные практики вывести из разряда персональных фантазий и произвола начальства колонии и перевести к ординарной практике. Поэтому не смотрите на срок, это бессмысленно. Понятно, что Алексея срок равен тому же сроку, что будет идти война. На самом деле, пока Путин находится у власти. Пока он у власти, будет сидеть и Навальный. Но смысл тут именно в том, чтобы засунуть его на особый режим. Алексей в тюрьме уже больше двух лет, а в повестке обсуждения находятся в основном его высказывания, которые он передает через адвокатов или действия его команды. Сегодня я хочу на своем канале дать слово самому Алексею, чтобы мы поговорили о нем не так, как приходится в последнее время. Не о тюрьме, ШИЗО, запретах на свидания и пытках речами Путина. Мы поговорим о Навальном политике. О человеке, который создал огромную общественную структуру. Который сделал в российской политике многое из того, что считалось невозможным. Который пошел на принцип, чтобы остаться политиком в России. Если перенестись на 12 лет назад, в начало 2011 года и поспрашивать политических активистов, кто такой Навальный, нам бы скорее всего ответили что-то в духе, это тот блогер, который придумал мем про партию жуликов и воров. Эта история вскрыла, как наши граждане на самом деле относятся к партии власти. Раньше это было совсем не очевидно. В те годы, до этих выборов, Единая Россия побеждала всех нокаутом. И разговоры о том, что в этом что-то не так, особенно не ходили. После этого эфира адвокат Шата Гаргадзе предложил членам Ядра подать на Навального в суд. В ответ Навальный опубликовал в своем блоге голосование на эту тему. И 96% пользователей согласились, что Единая Россия – партия жуликов и воров. Тут бы ядру замолкнуть и лишний раз не отсвечивать. Но нет, депутат Единая Россия Евгений Федоров пришел на дебаты с Навальным в эфир все того же радиофенам-ФМ, чтобы отразить нападки на свою партию. В результате, когда ведущий подвел итоги голосования, 99% слушателей поддержали Навального. Это при том, что это было не эхо Москвы, а довольно нейтральное деловое радио, где ведущий Юрий Пранько решил таким образом просто сделать интересную непрофильную для радиопередачу. Хотите, чтобы на сегодняшней передаче не зашкаливали эмоции? Я уверен, что они не будут зашкаливать, потому что мое оценочное суждение – партия Единая Россия – это партия воров и жуликов. Я сделал этот вывод на основе того, что я наблюдаю партию Единую Россию уже много лет. Я изучаю ее работу. Я хотел бы обратить внимание, что я в своем блоге провел голосование. 40 тысяч человек в нем участвовало, из которых 96% подтвердило мое оценочное суждение. То есть все эти люди также считают партию Единой России, партией воров и жуликов. Эти люди наблюдают каждый день ситуацию, при которой каждый коррупционер в нашей стране стремится найти себе наилучшее убежище. В настоящее время наилучшим убежищем является партия Единой России, которая дает политическую крышу и возможность любому коррупционеру избежать наказаний. Уже в конце 2011 года на выборах в Государственную Думу стал очень популярным так называемый вариант Навального «голосовать за любую партию, кроме Единой России», кроме партии жуликов и воров, это тогда звучало. Это сработало. Единая Россия набрала намного меньше голосов, чем обычно. Однако результаты этих выборов были так нагло сфальсифицированы, что вызвали масштабный протест. В стране, которую больше 10 лет приучали к политической пассивности, такого еще не было. На митинг на «Чистых прудах» 5 декабря 2011 года Навальный одним из первых сформулировал суть претензий к власти. Вы нас не представляете. Я сестивой хомячок. Я перегрызу глотку этим скотам. Мы все вместе это сделаем. Потому что мы существуем. Я не понимаю, почему я пришел на свой избирательный участок, проголосовал. А потом какой-то урод встал рядом и сказал, ты проголосовал за «Единую Россию». А я говорю «Нет!» Я хочу, чтобы вы сказали это. Вы голосовали за «Ядро»? Нет! Вы голосовали? Нет! Как называется эта партия? Люди как не бороться! Эти люди должны бояться нас. И они должны понять, что мы их ненавидим. Мы каждый раз повторяем, и это может быть кому-то кажется шуткой, не забудем и не простим. Но мы не забудем и не простим. Забудем! Нет! Не простим! Нет! Не забудем и не простим! Нет! Почти все время до следующего митинга Навальный отбывал 15 суток ареста. И 24 декабря 2011 года во время митинга на проспекте Сахарова он предложил стратегию, которая могла бы изменить ход событий. А именно, чтобы все, кого возмутили фальсификацией выборов, стали наблюдателями. Мы знаем, зачем мы здесь. Мы знаем, зачем мы собрались. Мы хотим негалок? Нет! Мы хотим привилегий? Нет! Мы хотим пить нефть? Нет! У нас украли наши голоса. И мы пришли сюда сказать, верните то, что наше. Мы не отдадим то, что принадлежит нам. Нас не надо уговаривать и подождать до 2013 года. Вы готовы ждать? Нет! Вы готовы ждать два года? Нет! Вы готовы ждать неделю? Нет! Отдайте прямо сейчас! Нет! Мы соберем сами! Нет! Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас. Нет! Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. На этой улице достаточно людей, чтобы на каждом участке от 4 марта было 30 наблюдателей. Или 50 наблюдателей. Или 100 наблюдателей. Мы все пойдем на выборы. И мы вышвырнем за шкирку тех, кто пытается фальсифицировать голоса. Да или нет? Да! Мы выйдем на улицы. Мы предупреждаем, что мы будем выходить до тех пор, пока нам не вернут то, что принадлежит нам. Мы мирные люди, но мы не можем терпеть бесконечно. Хотя уже на выборах в 2011 году наблюдателей было очень много, после этих событий движение стало по-настоящему массовым. Мы мирная сила. Мы хотим действовать законными методами. Это был общий запрос в то время. В этом смысле очень характерен такой эпизод. Брат, не дергайся, я сломаю руку нафиг, понял? Посажу потом. Бронированный космонавт угрожает безоружному задержанному сломать ему руку. И Навальный отвечает на угрозу, как цивилизованный политик. Говорит, что будет защищать себя по закону. Как говорится, соблюдайте свою конституцию. В 2013 году Навальный стал кандидатом в мэры Москвы от партии Парнас. Оппозицию тогда постоянно упрекали в отсутствии позитивной повестки. Но программа, с которой Навальный пошел на выборы мэра, была и позитивной, и актуальной. Я здесь для того, чтобы просить вашей поддержки моего выдвижения в мэры города Москвы. Города, в котором мы живем, города, который мы любим. И города, который, к сожалению, стал символом полного отсутствия власти угрожан. Несмотря на то, что эту единую Россию в Москве все и презирают, и ненавидят. И даже их собственный кандидат их стесняется настолько, что маскируется самовыдвиженцем. Единая Россия вцепилась в Москву мертвой хваткой и не хочет ее отпускать. Я иду на эти выборы. Для того, чтобы выбрать наш город из щупалец, клешней, и что там у них еще? И еще господина Путина, господина Собянина и партии Единая Россия. Я буду говорить о настоящем, нормальном, основанном на расчетах и урбанистической науке планировании города Москвы. И исключающим абсолютную ситуацию, когда какой-то деятель с тремя классами образования в управлении делами президента нам просто извещает москвичей о том, что, вы знаете, я решил, что парламентский центр будет здесь. А завтра я решил, что он будет здесь. Или мы решили, что нужно забором непроходимым для москвичей перегрыть половину центра города, потому что федеральная служба охраны так удобна. Я буду предлагать, если вы поддержите меня, действительно качественное решение транспортных проблем, основанное на научном подходе и современном опыте развития больших городов, а не на том, что сейчас делает мэрия Москвы, и что уже признано устаревшим и неправильным еще в 70-х годах прошлого века в крупных городах. Сейчас те колоссальные деньги, которые мы тратим на транспорт Москвы, они приносят выгоду только строителям, которые строят в Москве самые дорогие в мире дороги, самые дорогие в мире развязки, самые дорогие в мире тоннели. У нас решением транспортных проблем города занимаются люди, которые вообще не имеют ни малейшего представления об общественном транспорте, об урбанистике. Это такие строители, которые живут в ментальности строителей канала имени Москвы. На которых решение проблемы, это построение самое огромное, потратим 100 миллионов тонн питона, где можно половину отрасли, поставить себе отличную дачу на рублевке в Испании. Власть старалась тогда сделать выдвижение несогласованных кандидатов невозможным. Специально для этого в отношении Навального сфабриковали уголовное дело о хищении, так называемое дело Керафлеса. 10 июля Навальный подал документы для регистрации в Мосгор-Избирком. Его решили регистрировать, и 17 июля он стал зарегистрированным кандидатом. А 18 июля районный суд в Кирове признал Навального виновным в хищении под делу Керафлеса и приговорил к пяти годам колонии общего режима. И тут же в зале суда самого Алексея и Петра Офицерова, второго обвиняемого, взяли под стражу. В тот же день более чем в 20 городах России прошли народные сходы в знак протеста против решения суда. И система уступила. Прокуратура сама обжаловала решение, по которому Навального заключали под стражу до апелляции. И на следующий день и Навального, и Офицерова освободили под подписку до вступления приговора в законную силу. Невиданный случай в истории российского правосудия никогда такого не делали больше. Это означало, что Навальный может остаться кандидатом в мэры Москвы и вести кампанию. Вот посмотрите, как 20 июля его встречали в Москве. Я очень четко понимаю, что если бы не вы, то ни я, ни офицеров мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие пять лет. Спасибо. На марских выборах Алексею не хватило совсем немного, чтобы увезти Собянина во второй тур. Навальный тогда провел 83 встречи в московских дворах. Выглядели и звучали они примерно вот так. Посмотрите. Что нужно делать с вертикалью власти, когда я стану мэром? Сейчас. И с Путиным. И с Путиным. Это ключевой вопрос. Мы подошли к кульминации нашего митинга. Многие считают, что, знаете, я стану мэром и, естественно, нужно сразу начать войну с Путиным. Значит, я беру все поливальные машины, все снегоуборочные машины, и они движутся колоннами на мэрию, а дворники несут там грабли. И мы этого делать не будем. По крайней мере, сразу не начнем это делать. Главное, что я буду делать, я буду работать по инструкции. Вот я буду выполнять то, что положено делать мэром Москвы. Когда мне будут говорить, Алексей, пожалуйста, мы хотим, чтобы главным подрядчиком по строительству метро оставался Тимченко. Я буду говорить, извините, нет, мы будем проводить честный конкурс, у нас будут нормальные подрядчики. Когда мне будут говорить, ты знаешь, там как-то вот братья Ротенберги переживают, потому что они по-прежнему хотят строить Южную Рокаду, Северо-Западную Хорду и Алабяно-Балтийский тоннель. Я буду говорить, нет, извините, у нас такая не получится штука. Я буду действовать по инструкции и со всеми буду общаться вот по этой инструкции. Это вот, знаете, это как называется, все будут жить на одну зарплату. Худшее наказание. Но это то, чего хотят москвичи и чего хочу я. И не зря мы написали вот на этом плакате «Измени Россию, начни с Москвы». Так наша страна устроена, что все политические перемены, они случатся или не случатся в городе, потому что этого захотят или не захотят москвичи. Молодой человек, что происходит? Вы уважаете, пожалуйста, собравшихся здесь? Пожалуйста. Вы? Во-первых, ч-ч-ч-ч-ч. Никого? Вот, секундочку, я прошу прощения перед всеми за некрасивую сцену ко мне, но к этому нужно привыкнуть. На каждую, на каждую встречу приходят вот эти ребята от районной управы, и что-то начинает скандалить. У нас уже, у нас сейчас очень была смешная история, на метро-аэропорт пришли не молодые люди, а отчетушки такие, ну и задавали неприятные вопросы. Все это потом было вывешено в видео, на ютюбе, и сразу, естественно, местные жители опознали, это был глава отдела кадров районной управы, главный специалист районной управы. Ну, нормально, это вот Сергей Семенович не участвует в дебатах, он участвует в дебатах с нами таким образом. У Навального, несмотря на то, что компании, как вы вот видели, пытались мешать как могли, за время агитационной работы рейтинг вырос в разы. До начала кампания было меньше 5%, а по результатам выборов он набрал больше 27%. Действующий мэр Собянин, на которого работал весь админресурс, который буквально не вылезал из телевизора, набрал 51% с небольшим. Та избирательная кампания привела в политику множество людей, изменила наше представление о возможном, позволила прокачать навыки успешного взаимодействия и политической активности. Такой опыт очень полезен. Он еще пригодится нашему обществу. Между тем, после выборов мэра Москвы, уже странно было говорить о Навальном, как о простом блогере. Ведь за него отдали голоса больше 630 тысяч реальных избирателей в Москве. Он стал вторым политиком в городе. Если вы хотите знать, как чувствует себя рок-звезда, то в первую очередь это очень страшно. Мы давно все хотели выступить на митинге Победы. Мы очень устали от того, что последние 13-15 лет мы все время проигрываем. Я рад сегодня вместе с вами выступать на митинге Победы. И спасибо, где я просто констатирую. В России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готовы побеждать на этих выборах. И мы — это политическое движение. Когда наступит время, а может быть оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то. Может быть такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите те, кто готов поджигать фаеры и ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. Но сначала я хотел бы вас предупредить об этом. Я точно знаю, что делать дальше. Я знаю, что жаба на трубе боится, подпрыгивает, потому что лапкам становится горячо. И это сделали мы. И это мы будем делать дальше. Мы знаем, как. Мы знаем, как превратить нашу политическую машину, которую мы создали на этих выборах, в машину, в паровой каток, который раздавит единую Россию. И всех жуликов и воров. Мы с вами получили голосов больше, чем любой оппозиционный деятель в Москве за последние 20 лет. Спасибо вам большое. Это настоящая победа. Кто-нибудь может в России победить, кроме нас? Мы верим в свою победу. Мы верим друг другу. Вы верите мне. Верю ли я вам? Спасибо большое. Мы все победим. Я благодарю вас, что вы сюда пришли. Я вас всех очень люблю. Я вас очень ценю. Я благодарен судьбе, что я стою на этой сцене и все пользуюсь вашей поддержкой. Я начинал этот митинг, потому что ко мне подошла милиция здесь, какие-то генералы, полковники, и спросили так опасно, с опаской, скажите, пожалуйста, а правда вы собираетесь сегодня стоять в палатке? Мой ответ простой. Нам не нужны палатки, мы здесь живем. Мы живем в этом городе. Мы никуда не денемся. У меня нет ни другого города, ни другой страны, ни другой семьи, ни другого народа. Я все равно здесь окажусь рано или поздно. Давайте сделаем все, чтобы мы оказались по другую сторону Репиев, в том здании, где принимаются решения. И тогда мы будем служить на благо своей страны и своего народа. Следуя все той же стратегии добиваться политических целей законными методами, уже в 2016 году Навальный заявил о своих президентских амбициях. Для участия в президентских выборах ему нужно было собрать 300 тысяч подписей избирателей. При онлайн-регистрации граждан, готовых поставить подпись за выдвижение Алексея, свое согласие дали более 700 тысяч человек. На избирательную кампанию с помощью фандрайзинга собрали больше 360 миллионов рублей. Почти 200 тысяч человек зарегистрировались волонтерами и готовы были приступить к агитации. В 81 городе заработали региональные штабы. Фактически Навальный первый и единственный на данный момент кандидат в президенты России, который готовил масштабную предвыборную кампанию и не опирался при этом на административный ресурс. Нет вообще никаких сомнений, что и по духу, и по букве закона Навальный имел право стать кандидатом в президенты России. Ну а российские власти прекрасно понимали, что Навальный является угрозой спокойному переизбранию Путина. Чтобы не допустить Навального до выборов, снова пустили в код дела Киров Леса. Первый приговор по этому делу был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом Российской Федерации. Но в феврале 17-го года суд вынес второй, точно такой же приговор. Решение суда лишило Навального возможности выдвигаться. А в марте 17-го года вышел один из самых известных фильмов Навального «Он вам не Димон». Этот фильм посмотрели больше 45 миллионов человек. А символом протеста стали неожиданные вещи. Желтые уточки. Дмитрий Медведев – премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву, и вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных чиновников. Вот это главный вывод нашего расследования. Система прогнила настолько, что в ней уже вообще нет здоровых частей. Люди, о которых снят этот фильм, у власти уже 17 лет. И они построили идеальный механизм по превращению национальных богатств России в дворцы и банковские счета для себя и своих детей. И это главная причина, почему страна наша в целом очень богатая, а люди в ней очень бедны. И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой власти, нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться. В течение всего 17-го года проходили акции и митинги сторонников Алексея Навального. Люди протестовали против коррупции и требовали допусков всех кандидатов, способных собрать 300 тысяч подписей избирателей. Но 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в регистрации за судимости по делу Керов-Лес. Навальный до последнего боролся за выдвижение, используя законные инструменты. Но избирательная комиссия предпочла публично нарушить закон, чтобы не дать ему стать кандидатом. Старые времена. Вы, пожалуйста, выходите оттуда, садитесь сюда, заявите, что вы снова идете на выбор президента. Иногда я буду с вами дебатировать, с удовольствием это сделаю. Если вы сейчас задали мне вопрос, дайте мне ответить. Или регламентируйте время. Скажите, Навальный, у тебя полторы минуты, я буду в полторы минуты договораться. Хорошо, давайте в полторы минуты отвечать. Полторы минуты отвечаю вам, что ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются, первое, в том, что решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе, было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда. И ответ был, нет, не выполнила, Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди, сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Не смейтесь, вам это неприятно думать, но это так, вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не хотите пускать на выбор. У вас еще есть ко мне вопросы? Не, ну, я вообще-то в советские времена две нас лет отпахала на производстве, а вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали и круто тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну, ладно. Павел Ставрович, пожалуйста. Отлично. Я рад, что вы раскрыли свое отношение оболванивать молодежь. У меня к кашпадину Навальному вопросу нет, уважаемая Александровна. Да, да. Пожалуйста, присаживайтесь. Так вы, мы закончили нашу дискуссию. Я собирался присесть, у меня вернули на трибуну. Все хорошо? Да, ну, я, пожалуйста, да, теперь все, я не буду больше задать вопросы. Все понятно. Борис Алексеевич? Я не обращаюсь к вам, у меня нет к вам вопросов. Вопросов больше не было. Нет, вы все сказали, что хотели. Время вам было дано. Единственное... В апреле 19-го года Алексей предложил новую стратегию для своих избирателей умное голосование и одновременно повел свою команду на выборы в Московскую городскую думу. Я хочу, чтобы был человек, который придет туда и разбирается в бюджете Мосгордумы, в бюджете страны, в бюджетном процессе лучше всех их. И у меня есть такой человек, это Владимир Милов. Нужен нам от кандидата. Поддержим этого кандидата. Летом в Москве и других городах прошли акции протеста. Гражданам уже давно стало ясно, что власть в городе и стране удерживают одни и те же люди. Они сидят на своих местах не потому, что за них голосуют избиратели, а потому, что манипулируют выборами. Но если в 2011 году главным инструментом манипуляции были фальсификации при подсчете голосов, то теперь тот же результат достигался за счет недопуска независимых от власти кандидатов. В связи с предыдущим оратором я не могу вас не спросить, как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Могут ли графологи запретить любовь? Могут ли рабочие группы запретить любовь? Я вижу здесь лозунг «Нет налогов без представительства». Это важная мысль, согласны? Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, о да, мы существуем. Идите сюда, платите, давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать? Нет. Для чего они не пустили кандидатов? Для того, чтобы протащить свою единую Россию, чтобы все 45 мест были за единой Россией. И у меня, конечно, дежавю. Я в 2011 году кричал, как называется эта партия, которая хочет захватить. Напомните мне, как называется эта партия? Партия жуликов и... Партия жуликов и... Партия жуликов и... Что, конечно, вот смотрите, уже там вот прекрасные розовый шокий полицейский надули и говорят, мы задержим тебя. Вы задерживаете. Кто готов быть задержанным ради своего будущего? Кто готов сесть на 15 суток ради своего будущего? Кто готов привести на следующем митинге еще несколько человек и не боится? 20 августа 2020 года на Алексея Навального было совершено покушение с применением боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Он выжил благодаря ряду правильных решений разных людей. Пилот самолета, в котором летел Алексей, сразу запросил экстренную посадку в Омске. Врачи скорой помощи в первые же минуты после посадки поставили диагноз отравления и сделали ему инъекцию атропина. Который является антидотом к соединениям подобным новичку. Но власть, которая, как мы теперь знаем, уже готовилась к войне, не могла больше терпеть Навального в российской политике. Алексей проходил лечение и реабилитацию в Германии. И всем было ясно, что если он вернется в Россию, его ждет немедленный арест и тюрьма. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев. И поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании Победа я купил билеты домой. Так что в воскресенье 17 января я вернусь в Москву рейсом Победы. Встречайте. 17 января 21 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован при прохождении паспортного контроля. 19 января 21 года команда Алексея Навального опубликовала фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». На сегодняшний день этот фильм набрал 127 миллионов просмотров и стал абсолютным рекордсменом в неразвлекательном сегменте русскоязычного ютуба. Это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой в Россию, в Москву, потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. А потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он. Прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официальная подтвержденная площадь по документам. 17 с половиной тысяч квадратных метров. Аква-дискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик, тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за полтора миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей. Шальная императрица. Ну, или в нашем случае шальной император. Это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины. Но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на Первом канале. Именно тут, в путинской спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Ни одни мы такие, неделикатные. Из монаршей опочевальни можно попасть в еще одну, уже совсем приватную гостиную. Это итальянский туалетный ёршик за 700 евро или 62 тысячи рублей и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей. 150 тысяч на ёршик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел. А там их, понятное дело, десятки. И ведь это не жилой дом, не дача. Это завод. Путин не будет тут жить. Он будет иногда заглядывать, ходить между виноградниками, хвалить терруар и приговаривать, какая благодать, наше будущее в наших руках. Не молчите, не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. В феврале 2021 года условный срок по делу Ивраше был заменен на 3,5 года реального срока. Сразу после ареста и во время судебного процесса множество людей вышли на улицы своих городов, протестуя против политически мотивированного уголовного преследу. Более 17 тысяч человек, которые требовали правосудия и свободы для Алексея, были задержаны. Кроме того, сбор пожертвований на президентскую избирательную кампанию был квалифицирован как мошенничество. Возбуждено новое дело и суд приговорил Навального еще к 9 годам лишения свободы. Теперь еще один процесс, уже по обвинению в экстремизме, и Алексею грозит уже до 20 лет колонии особого режима. Сейчас для всех нас очень тяжелое время. Те самые люди, которые раз за разом нарушали наши права, воровали наши голоса, узурпировали власть, теперь ведут от нашего имени агрессивную войну. Несколько дней назад на заключительном заседании суда Навальный сказал последнее слово. И оно как раз об этом. Послушайте, что говорит Алексей. Речь не дали записать даже на диктофон, поэтому ее воспроизвели антивоенные спикеры. Мы поставим это видео полностью. До завтра. Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно, ведь если дело дошло до суда, то силы за человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом, предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом. Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии, а к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам, разделить между собой чемоданы с деньгами. Причем чемоданы не металлические, а самые настоящие. Их даже показали по российскому телевизору. Тем самым закону и справедливости в России указали на их место и оно совсем не престижное. В суде их точно не найдешь. В общем-то, суд давно превратился просто в площадку, где гражданин только и может, что произнести последнюю речь без, и эта фраза повторяется в моем обвинении сотни раз, согласования с органами государственной власти. Правда, для особо хитрых, злоупотребляющих возможностями судебных прений и последнего слова, придумали сначала закрытый суд, а потом и закрытый суд на территории тюрьмы. Тем не менее, нужно использовать любую возможность высказаться. И, выступая сейчас перед аудиторией 18 человек, 7 из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, который называет себя государственная власть РФ, но и призвать вас делать это вместе со мной. Почему бы и нет? Может, вы и надели эти маски, потому что опасаетесь чего-то человеческого, того, что у вас есть, и может отразиться на вашем неприкрытом балаклавой лице. Например, тюремный надзиратель, который стоит сейчас за мной, по должности должен знать, какие мне предстоят суды. И вот я ему объясняю про еще одно уголовное дело и предстоящий процесс, про срок новый, который мне грозит. Каждый раз он кивает головой, закрывает глаза и говорит, не понимаю я вас, никогда не пойму. Должен же я попробовать ему объяснить. Вопрос, как поступать, главный вопрос человечества, ведь все вокруг так сложно и так непонятно. Люди сбились с ног в поисках формулы правильного поступка, в поисках того, на что можно опереться, принимая решения. Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал, человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги, совесть и интеллект. Это очень мудрая мысль, как мне кажется. И опираться человек должен на обе этих ноги. Опираться только на совесть интуитивно правильно, но абстрактная мысль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выразится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз. А вот опора на интеллект без совести, именно она сейчас в основе российского государства. Изначально эта идея казалась элитом логичной. Используя нефть, газы, другие ресурсы, мы построим бессовестное, но хитрое, современное, рациональное, безжалостное государство. Мы станем богаче, чем цари прежних лет. И нефти у нас так много, что и населению что-то достанется. Используя мир противоречий и уязвимость демократии, мы станем лидерами и нас будут уважать. А если нет, то тогда боятся. Но происходит то же, что и везде. Интеллект неограниченной совестью шепчет «Отними, укради!» Если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась. И с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови с переломанными костями, с нищим ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется. И от нас зависит, на что она будет опираться в будущем. Я поступаю, как мне кажется, последовательно. без всякой драмы. Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде будет ни для меня, ни для кого другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит, и теперь снова говорит интеллект, будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, за честные выборы, быть против коррупции. Так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России. Вам может сейчас кажется, что я сумасшедший, а вы все нормальные, ведь нельзя плыть против течения. А мне кажется, это вы сошли с ума. У вас единственная богом данная жизнь, и на что вы решили ее потратить? На то, чтобы надеть себе на плечи мантии, а на голову эти черные маски и защищать тех, кто вас еще и грабит? Чтобы помочь тому, у кого 10 дворцов построить 11-й? Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку, а потом гулять с этой собакой. И точно так же, для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители. Тех, кто ее хочет, кто ее ждет, и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения, понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея. И я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие должен сделать каждый. Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги. Это совесть и интеллект. И когда вам надоест подскальзываться с этой властью, расшибаясь с белопа будущее, когда вы, наконец, поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего. и вы встанем. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok